Всем привет, меня зовут Саша, и в сегодняшнем видео мы с вами будем обсуждать находки косметики. У нас с вами здесь будет уход, декоративная косметика, а также офигенский уход за волосами. Продолжайте смотреть это видео, но перед этим не забудьте подписаться на мой телеграм, ссылка есть, как всегда, внизу. И первое, с чего мы с вами начнем, это вот такой вот крем от бренда Zoskin Health, акне контрол, здесь 10% бензин пероксида. Я вам на самом деле уже рассказывала об этом креме, я его безгранично сильно люблю, но он пропал. Он пропал примерно полтора года назад, я себе захотела пэду от этого бренда, и начала их гуглить, и увидела на озоне продажу вот этого крема. И я так удивилась, мне его так захотелось, и я сначала переживала, что это может быть какой-то неоригинальный продукт, но на самом деле это действительно оригинал. Я прям вижу такое же действие, как у меня и было до этого, почему я так сильно расстраивалась, что этого крема больше нет, потому что это самый лучший крем для борьбы с акне и постакне конкретно для меня. То есть базирон это 5% бензин пероксида, и на меня он не так хорошо работает, как вот этот крем, потому что здесь 10% бензин пероксида, вы понимаете, это в 2 раза больше. Поэтому с ним нужно аккуратнее быть в 2 раза больше. И мне конкретно этот крем порекомендовал именно косметолог, то есть сама бы, наверное, я его вряд ли бы нашла, но возможно бы и нашла. Единственное, я сейчас добавила снова в свой уход крем именно увлажняющий от бренда ЦРВ, потому что, который именно с цераминами, он восстанавливает именно мою кожу. Потому что сейчас, когда буквальным образом сжигается моя кожа бензин пероксидом, как бы это странно ни звучало, мне нужно ее восстанавливать и хорошо увлажнять и питать. Поэтому я ввела обратно крем от ЦРВ, я вам о нем рассказывала в видео о моем зимнем уходе, зимне-осеннем уходе, или осенне-зимнем уходе, мне так видео называлось. Поэтому я безгранично счастлива, что его нашла. Здесь 60 мл, его хватает на очень долго, ну, как на очень долго, просто по зерону у меня улетало где-то месяца за 2, наверное, за 3, а этого мне хватало, ну, где-то на полгода. И как раз-таки тут срок годности до апреля 2023 года. И мне кажется, поэтому на Азоне распродают эти кремы, потому что, ну, срок годности, видите, здесь не такой высокий. Поэтому грустно, когда у меня закончится он в апреле, я не знаю, смогу ли я его найти снова на Азон или нет. В любом случае я оставляю вам ссылку, потому что многие просили, если вдруг я найду этот крем, с вами поделиться, поэтому я делюсь и самым первым рассказываю о нем здесь. Если по ссылке сейчас нет продукта в наличии, то добавьте себе вызбранное, поставьте уведомление, скорее всего он появится. Но как было, по крайней мере, у меня, потому что я его все решалась-решалась купить, и он закончился. Потом он снова появился, и я его, собственно, выхватила. Поэтому вы себе лучше положите его в отложенное, и если вы его очень сильно хотите, то он появится, и как раз-таки вы сможете его приобрести. Насчет оригинальности не переживайте, я тот же эффект вижу, как и видела от моего предыдущего Зоскин Хэлфа. Просто это не эффект плацебо, я прям реально вижу, я прям ощущаю все то же, что я ощущала тогда, когда у меня был именно тот крем, который я покупала у косметолога. Давайте перейдем дальше, я думаю, вы не оставили незамеченный мой интересный образ сегодняшний. Я как раз-таки решила поделиться с вами этими стразами, которые я нашла на Вайлдберрис. Видите, в чем крутость этих страз? Здесь шесть разных размеров, и это очень важно, потому что мне не очень хотелось покупать раз, ну, несколько вариантов страз. Мне хотелось именно наборчик найти, где уже именно разные размеры страз. Единственное, здесь в наборе не идет именно карандаш такой не с клейкой стороной, а с такой магнитной стороной, которая именно помогает вам крепить стразы, куда вы хотите. Я уже макияж с ними делала. У меня просто есть уже изначально такой карандаш от набора, где вот картина по стразам, там был такой карандаш, поэтому я решила, зачем мне, собственно, нужен этот карандаш. Но в любом случае удобнее покупать к нему еще карандаш, потому что вам пинцетом будет вообще нереально, либо чисто пальцами. Я изначально, когда забыла, что у меня есть этот карандаш, я просто пальцами клеила, а потом я вспомнила, и это куда намного удобнее. Но пинцетом у вас вряд ли прям получится это что-то наклеить. Что я еще про них хотела сказать? Их очень много, вам хватит их прям, я думаю, на много разных интересных макияжей. Но на самом деле вы можете, и если получится у вас их как-то отковыривать, вы можете их использовать и повторно. Здесь нет какого-то самоклеящегося края, поэтому я их клею на клей для ресниц. У меня клей для ресниц прозрачный, поэтому, видите, он высыхает, и не видно, остаются только красивые стразинки. Но мне образ мой сегодня просто очень сильно нравится. Переходим к косметическим продуктам. И здесь у меня вот такая новиночка от бренда DIVAGE, называется она Impressions Bold Volume Mascara. Классная объемная тушь, но при этом тушь не опускает ресницы. Очень важно, чтобы туши именно объемные, не опускали ресницы, и эта тушь этого не делает. Это супер классно. Здесь моя любимая щеточка-елочка, она силиконовая. Я не люблю щетки, которые не силиконовые. Для меня безумно важно, чтобы щетка была силиконовой. Она создает, видите, чуть более распахнутый взгляд, чуть более такой, не то чтобы дерзкий, но заметный ресничный ряд. И здесь есть такой небольшой эффект удлинения. Мне это очень сильно нравится. Но опять же, если вы любите максимально, как-то сказать, максимально веерные ресницы, чтобы ваши реснички были супер тоненькие и удлиненные, то это не тот вариант. Это именно объемная тушь. То есть здесь важно понимать, если у вас ресницы максимально вниз растут, то лучше, наверное, на такие супер объемные туши внимания не обращать. Или подкручивать ресницы, потому что завиток этот тушь не опускает. То есть если вы подкрутите ресницы и накрасьте этой тушью, то у вас нет вариантов, что ресницы сами по себе вниз опустятся. Нет. То есть тушь не утяжеляет взгляд, но при этом создает его таким более дерзким. Мне это очень сильно нравится. Также еще из декоративной косметики. Мне понравилась вот такая вот тушь. Потому что мы с вами ее на самом деле вместе тестировали. Но я сказала, что мне нужно еще время, чтобы ее протестировать и понять. На самом деле мне она так понравилась. Это броу маскара от бренда Севентин в оттенке 2. И знаете, когда я ей пользуюсь, вот таким образом выглядит щеточка. Видите, она не совсем большая. Это безумно удобно. И когда я ей пользуюсь, я перестаю пользоваться карандашами для бровей. Потому что мне хватает одного продукта. Она водостойкая. Это действительно так. Только, знаете, я заметила вот этот вот вариант, что она не подойдет для бровей, вернее, которые жесткие, которые непослушные. У меня достаточно послушные брови, то есть у меня нет с ними каких-то проблем. Она не укладывает их. То есть она фиксируется, но не супер сильно. То есть здесь такая слабая достаточно фиксация. Поэтому, если вы, например, водолазку будете надевать, то вот у меня сейчас гель для бровей от бренда Пусси, потому что мне хотелось такой вот эффект мыла создать. Здесь вообще такого нет. То есть эта тушь прокрашивает реснички, реснички, хочется мне сказать, бровки. И как бы делает их такими пушистыми, воздушными, знаете, вот эффект реально воздушных бровей. Я не раз в своих макияжах ее использовала. И вы можете именно в туториалах моих на канале посмотреть, как выглядит эта тушь для бровей. И это очень круто. Но если у вас непослушные брови, вряд ли она вам подойдет. Это стоит иметь в виду. Если у вас, как бы, как у меня такие русые брови, они достаточно мягкие, ну, знаете, не капризные, то вы 100% можете обращать внимание на эту тушь для бровей. И вы забудете, что такое карандаш для бровей. Переходим к следующему продукту. И здесь у меня потрясающий вот такой вот бронзер от бренда Шик. Называется он Perfect Sculpture. Ну, вы знаете, у меня все бронзеры. Это оттенок первый. И здесь вот такая вот мраморная запеченная текстура. Она настолько крутая. Вот у меня сейчас, опять же, сделана скульптура лица конкретно этим скульптором-брозером. Просто мне кажется, этот оттенок недостаточно скульптурирующий. Но при этом он не супер бронзирующий. Он вот максимально идеальный для меня. Особенно в холодный период. Я о нем вам рассказываю просто с таким затаиванием сердца, потому что мне он безумно нравится. И здесь вот такая текстура, которая вообще никаким образом не пятнит. Она круто ложится. Если вам нужно где-то наслаивание, вы спокойно можете наслоить. Потому что здесь такая средняя пигментация. То есть любой даже новичок справится с этой текстурой. Здесь есть еще такие светоотражающие частички. Прям даже, я бы сказала, прям шиммер, наверное, здесь есть. И что позволяет делать лицо максимально холеным, вкусным и красивым. Стойкость здесь также отличная. Рекомендую особенно на зиму, потому что он создает такой холеный, красивый вид сияющего лица. Следующий, о чем мы с вами поговорим, это вот такая вот маска от бренда Rated Green. И маска называется Tamanu. Надеюсь, правильно. Oil Soothing Scalp Pack. Обалденная маска. У меня есть отдельный шорс. Посмотрите, чтобы ахнуть, какие классные волосы, блестящие. И они вот, я не могу описать, насколько мягкие, блестящие, приятные, рассыпчатые волосы становятся после этой маски. Эту маску я наношу и на скальп, и по всей длине. При этом, знаете, когда я ее смываю, у меня на голове такое приятное ощущение, как будто бы вся лишняя кожа ушла. То есть, вот, знаете, максимальность свежести. При этом кожа не раздражается, она не воспаляется. Вы знаете, у меня чувствительная кожа головы, и для меня супер важно, чтобы происходил небольшой эффект отшелушивания. Как раз-таки с этой маской это происходит. И плюс вот этот вот шелковистый эффект на волосах, ну это просто неописуемо. Единственное, что видите, здесь 50 миллилитров, и когда я покупала эту маску, я думала, блин, наверное, ее не на очень долго хватит, но ее хватает надолго, потому что ее нужно, ну, примерно вот столько. То есть, ну, две горошинки. Потому что если вы будете наносить эту маску плотнее и больше, то у вас возможен обратный эффект, когда как будто бы жирный эффект головы, кожи головы, и как бы волосы как будто бы выглядят жирными. Поэтому обращайте внимание, что вот такие питательные маски, и их нужно наносить прям максимально немного. Лучше их как-то больше вырабатывать в кожу головы, по волосам распределять. Таким образом вы хорошо распределите продукт и не создадите вот этого жирного эффекта. Пусть лучше у вас как-то это больше времени займет, но зато у вас не будет вот этой жирности на голове. Это супер важно, и я ее прям под шапочку могу наносить. Поэтому рекомендую сейчас, особенно в подарок, если вы кому-то ищите маски, то вот эти потрясающие от бренда Радет Груин. Также еще обалденные маски у Фруди. Вы знаете, я фанатка масок Фруди, и у них вот такие еще новенькие маски вышли. Они какие-то потрясающие, я не знаю, почему я их раньше не видела, но когда я их увидела, я их купила и поняла, что они просто офигенные. Одна вот такая вот максимально увлажняющая, она круто увлажняет кожу, убирает шелушинки. И вот эта маска Сноуи, она очищающая, такая больше выравнивающая. Это именно для такой более проблемной кожи прям потрясающий эффект. Она выравнивает кожу и восстанавливает. То есть вот это больше восстанавливающая, а вот это, если вам нужно больше увлажнения. Не обращайте внимания на вот эту линейку. Я не знаю, почему я и раньше не обращала на нее внимания, хотя вы знаете, я фанатка именно масок от бренда Фруди. Но вот это потрясающие маски. Наверное, они придут на замену моим тем маскам от Фруди, хотя я еще не уверена. Но те у меня закончились, которые, знаете, со всякими разными фруктиками. Я пока еще ни одну не купила себе, когда они у меня закончились. Но зато вот эти потрясающие. Еще у меня появился вот такой вот новенький шампунь. Я очень долго на него охотилась. А я его как раз таки купила в период Черной Пятницы в Золотом Яблоке. Он оставался только вот в этом размере, 75 миллилитров. Хотя я изначально хотела 250 миллилитров. И там еще как раз есть литр целый. И там как раз таки литр был раскуплен, 250 миллилитров раскуплено. И оставался только вот этот объем. Но я думаю, все равно, если вдруг не понравится, будет не так обидно. Но он мне безумно понравился. Называется он Nutritive Low Shampoo. Бессульфатный шампунь от бренда Alpha Parf Milano. Надеюсь, я верно произвожу этот бренд, потому что у меня никогда ничего не было от этого бренда. Здесь именно шампунь, который увлажняет и восстанавливает волосы. И он такой потрясающий. Я боялась изначально покупать этот шампунь, потому что я думала, что вдруг он будет чересчур сильно много увлажнять. И объем у меня будет уходить. Но на самом деле это абсолютно не так. Он круто очищает кожу головы. И знаете, я вам всегда рассказываю, что сначала я наношу на волосы бальзам. Затем промываю руку и уже опять же наношу шампунь. И пока у меня работает бальзам, я мою голову. Мне так намного проще. Это круто увлажняет и кожу головы, и опять же все волосы. То есть они у меня зимой намного суше выглядят, чем они у меня выглядят летом. И как раз таки этот шампунь на зиму круто восстановит ваши волосы. Особенно я рекомендую его блондинкам, если у вас абсолютно выглядят волосы, знаете, такими сухими. И вам нужен именно увлажняющий шампунь. Вот он, вот оно, ваше спасение. 100%. Еще такой приятный аромат выглядит шампунь, но он такой, знаете, жемчужный немножечко. Но пахнет он потрясающий аромат. Здесь настолько крутой. И я замечаю, с ним у меня намного реже волосы выпадают. Естественно, они выпадают. Это нормальный процесс. Но я заметила, что с ним они стали выпадать намного меньше. Не знаю, это от шампуня зависит или это от масок. Но когда я им начала пользоваться, я прям такую тенденцию заметила. Если у вас были такие шампуни, то скажите, это действительно так или у меня уже от каких-то других продуктов происходят такие процессы. Я в восторге. Еще такая приятная, конечно, упаковка. Я теперь охочусь именно за 250 мл именно продуктом, потому что, ну, конечно, здорово, да, такой продукт иметь, такой небольшой, компактный. Но это, скорее всего, больше travel формат. Мне хочется иметь именно формат такой полноценный. Поэтому я точно куплю побольше формата и рекомендую особенно блондинкам или для тех, у кого сухие волосы, особенно в период зимний. Никак шампунь не влияет на объемность волос, то есть они остаются объемными, потому что иногда, знаете, у меня даже возникает такое желание, если шампунь увлажняющий, питательный, такое ощущение, что он убьет напрочь объем. Но с ним такого абсолютно не происходит. Последний продукт, который я уже упоминала, но мне кажется, что он сейчас также актуальный, поэтому я просто напомню вам о нем. Сейчас как раз-таки я делаю укладку с этим гелем. Это гель для укладки, увлажнения и укладка. Супер сильная фиксация, и это реально так, то есть сейчас полностью все уложено только этим гелем. И он потрясающе укладывает волосы, и он максимально стойко и долго и держит. То есть у меня, знаете, здесь даже слышно, как это все прилеплено, но при этом, знаете, нету эффекта корки на волосах. Это все достаточно гармонично, естественно и красиво, ну не прямо уж естественно, но выглядит красиво. То есть у вас нет такого залачного мегаэффекта, который, знаете, прям видно, какие-то там хлопья или вот что-то такое не очень приятное. Стоит там буквально 100-200 рублей. Его хватает на супер долго, на очень долгостью, 120 миллилитров, хотя я его достаточно обильно могу нанести. Я его могу и по всей длине нанести, чтобы, знаете, убрать какие-то, ну знаете, вот эту пушистость излишнюю. При этом у меня никуда не пропадет как-то свежий вид, так скажем, волос. Поэтому крутое средство, обращайте внимание, если вы в поисках геля, особенно бюджетного для укладки. На этом все, спасибо, что смотрели мои находки до конца, пока!